друзья всем привет с вами владимир шемит и в этом видео я вам покажу обзор пляжа в турунче покажу как выглядит пляж какое пляжное покрытие какая водичка здесь какая глубина какой заход в море что у нас под водичкой в общем все что нужно вам знать о пляже круче вы узнаете в этом видео так что обязательно подписывайтесь на канал и погнали пляжа на это Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, показываю вам пляжное покрытие на самом пляже в Турунче, как оно выглядит и что же это такое. Значит, смотрите, покрытие здесь вот, это уже ближе к такому турецкому песку, можно сказать, но я это больше отношу к какой-то мелко перетертой гальке. В общем, смотрите, как это выглядит. Но это покрытие, в принципе, довольно комфортно по нём ходить, то есть, ну, оно не то чтобы приятное, но более-менее удобно. По пляжу есть вот такие вот камни, галька, в принципе, это местами, местами её больше, местами её меньше. Поэтому, ну, собственно говоря, она круглая из той, что я видел, в принципе, в большинстве. Дальше я ещё пройдусь по пляжу, возможно, где-то там она будет другой формы, либо её больше, я постараюсь вам это показать. По чистоте, смотрите, пляж, ну, относительно не грязный, но окурки есть, мусор иногда присутствует кое-где. Но это, это уже, собственно говоря, зависит от отдыхающих на этих пляжах. Поэтому, что если вы хотите хороший, чистый, идеально красивый пляж, то это нужно ехать немножко за населённые пункты и искать дикие пляжи. Там уже будет почище. Значит, заход в море. Заход в море, в принципе, из того же покрытия, что сам пляж. И дальше я вижу, уже начинается галька. В любом случае, ребят, дальше я сейчас в видео вам, естественно, покажу, как там выглядит этот заход в море и что у нас под водичкой. Обязательно вам это всё покажу. Пляж относительно не узкий, но и не широкий. Я видел и пошире пляжи, но, в принципе, какой-то тесноты я не ощущаю на пляже. Поэтому по ширине пляж мне нравится. Длина пляжа тоже, она небольшая, потому что она, в принципе, имеет протяжённость вдоль всего посёлка. Посёлок очень маленький. И в описании к видео я напишу длину пляжной полосы. Людей по состоянию на начало октября 2020 года относительно немного. И мне это, конечно же, нравится. Но фиг сезона июль-август месяц, естественно, людей здесь будет много. Но, увы, с этим ничего не поделаешь, ребят. Все хотят отдохнуть, все хотят красивое, чистое море. И многие туристы приезжают в Трунч именно за этим. По поводу шезлонгов и зонтиков, ребят. Значит, есть на пляже отельные принадлежности, естественно, которые занимают только гости отеля. И если вы отдыхаете в отеле, в котором нету своих принадлежностей на пляже, то эти шезлонги и зонтики занимать нельзя. Но в этом нет проблемы, потому что даже не обязательно иметь шезлонги и зонтик. Мы с супругой отдыхаем в отеле, в котором нету этого всего. И, собственно говоря, нам некогда на шезлонгах, зонтиках отдыхать. Поэтому мы берем всегда с собой подстилочку для того, чтобы отдохнуть на пляже, когда мы путешествуем по Марморису. Ну, а если все-таки у вас есть необходимость в шезлонгах, зонтиках, то в этом проблем нет. С арендой тут все легко и просто. Ну что, друзья, летс голушки, поплаваем и посмотрим, что у нас под водичкой. Итак, пока вы видите на своих экранах подводный мир на пляже в Турунче, хотел рассказать вам некоторые моменты. И первый момент это касательно захода. Значит, сам пляж, протяженность пляжа в Турунче небольшая, всего примерно около 600 метров. Именно в этой части видео я вам показываю, условно говоря, центральную часть Турунча. То есть пляжа Турунча и заход в море. Плюс-минус некоторые отличия, естественно, могут быть. Поэтому, друзья, если у вас будет заход какой-то другой, то, в принципе, если вы перейдете в центральную часть и этот заход в море вам будет более комфортный, это вы с легкостью сможете, сделав буквально пройтись всего 200 метров. И второй нюанс, друзья, я хочу сделать для вас отдельное видео, сравнив самые основные пляжи в этом регионе. То есть в Марморисе есть пляжи самого Мармориса, пляж Эчмелер и пляж Турунч. Для того, чтобы вам было более объективно и понятно, в чем отличие между этими пляжами, для того, чтобы вы могли правильно определиться с выбором отеля, я сделаю отдельный видеоролик обзора этих пляжей. Так что скоро оно появится на моем канале. В общем, если вы, конечно, хотите, чтобы я сделал это видео, то обязательно напишите в комментариях под этим видео, чтобы я сделал для вас сравнительный обзор всех трех пляжей и показал вам, в чем отличие между этими пляжами. Ну что, друзья, я поплавал здесь на пляже в Турунче, и что хочу вам сказать, что водичка здесь мне понравилась больше всего. То есть, если сравнивать пляжи Мармориса, самого города Марморис, пляж Эчмелера, вот именно в Турунче мне понравилась водичка больше всего, потому что здесь она самая-самая прозрачная. Потом здесь такая галечка, которая уже присуща очень часто на Эгейском побережье, там, где в Бодруме, вот, к примеру, я был. То есть, ну, как-то здесь мне это все больше понравилось. То есть, здесь чище вода, но, друзья, заход в воду, то есть, он будет такой покруче. То есть, если взять пляж в Марморисе, то там он пологий, в Эчмелере относительно тоже пологий, то здесь он достаточно такой крутой, имеется в виду. Вот вы заходите, буквально несколько метров, это примерно, ну, не знаю, там, ну, 5 метров, вот. И дальше вот так вот резко начинается, как бы, углубление. То есть, это не то, что в лапке, такой вот серьезный обрыв, это не серьезный обрыв, но углубление начинается резко. То есть, тут нужно быть аккуратно с детками, либо тем, кто не умеет плавать. Вот, но, в принципе, это не сильно критически, но просто нужно быть аккуратным. Дальше. Что под водичкой? Ну, под водичкой, в принципе, как бы, чего-то такого грандиозного, красивого я не увидел, но, тем не менее, я поплаваю с маской и с трубкой, как бы, ну, ничего. С одной стороны, ничего, но интересного тоже ничего. Вот. Для развлечения с маской и с трубкой поплавать можно. Но это, естественно, ну, обычное море. Ничего сверхъестественного. Рыбки есть. Рыбки, друзья, это отдельный разговор, и я обязательно вам за этих рыбок расскажу в отдельном видео, потому что приключилась со мной очень интересная ситуация. Ссылочку на это видео я вам обязательно оставлю в описании к этому видео, потому что это очень серьезная тема, и обязательно посмотрите видео о рыбках, которые здесь есть, на этом пляже. Возможно, они есть и на других пляжах, но ситуация приключилась именно здесь, в Турунче. И очень ситуация такая, как бы, неприятная, может быть, для некоторых. Дальше, друзья, по поводу видов. Значит, так как сам Турунч уже находится ближе к выходу из этой огромной бухты, то здесь, получается, вот если брать вид с моря, то скалы там находятся левее, и, в принципе, как бы, почти виднеется уже более открытое море. Но, опять, как бы, все равно здесь полноценно открытого моря я не увидел. Надеюсь, вам все видно на этом видео. Вот. В принципе, неплохие виды, но самые красивые виды были именно на пляже Эчмелера. То, что мне понравилось. Ну, у каждого свой вкус. Вы, если что, обязательно напишите в комментариях, где понравилось вам больше вид на море. И вот, если, друзья, сравнить все три пляжа, то у каждого пляжа есть свои особенности. Есть свои плюсы и минусы. За каждый пляж я вам рассказал в каждом видео. Плюсы и минусы пляжа. То есть, нюансы, моменты и подробности. То есть, если вы хотите вот самое-самое чистое море, самую такую вот красивую водичку, то, естественно, лично в том, что я посмотрел, мне понравился больше всего пляж Турунча. Ну, а если вы хотите среднее, что-то между Марморисом и Турунчем, то есть, имеется в виду, чтобы не так далеко вы были от Мармориса, то можно смело выбирать Эчмелер. Пляжи, там пляж, вот, там именно пляж более интересный в плане того, что он по размерам побольше. Ну, а тем, кто готов закрыть глаза на море, на чистоту моря, на размеры пляжа, то, естественно, как бы, я думаю, не помеха пляжи в Марморисе будут для того, чтобы именно каждый день гулять по самой красивой набережной, самой активной набережной, ну, и, в принципе, в самом интересном городе, в курортном городе Турции. Друзья, вот ближе уже к скале, к краю Турунча, то здесь все-таки больше преобладает галечное покрытие пляжа. Просто я сразу сюда не дошел, ну, вот я сюда дошел и вижу, что здесь именно мелкая халька. Местами крупная, но не огромная и не булыжники. Друзья, надеюсь, я вам показал все, что нужно знать про пляж Турунча и вы получили всю необходимую информацию для того, чтобы понять, как он выглядит, какой заход в море, какое здесь пляжное покрытие. То есть старался для вас, чтобы вы все поняли и правильно выбрали себе подходящий пляж либо подходящее место, где отдыхать в этом регионе. Если у вас есть вопросы, обязательно их задавайте в комментариях под этим видео. Пишите их в комментариях, что смогу, естественно, я вам подскажу. Если вы отдыхали здесь, в Турунче, то тоже напишите ваш отзыв по пляжу. Это будет мне интересно, ну и другим туристам полезно. Друзья, надеюсь, я вам помог, поэтому попрошу вас в помощи. Поддержите мой канал, подпишитесь на мой канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале. Кроме того, друзья, если вы хотите поделиться какими-то материалами, фотоматериалами либо видеоматериалами своего путешествия, поделиться своим опытом, поделиться своим отзывом позитивным либо отрицательным, у вас есть эта возможность делать это в группе, в специальной группе, которую я сделал для туристов, чтобы они могли делиться своим опытом и отзывами. Это форум туристов, группа в фейсбуке, ссылочка будет в описании к этому видео. Так что обязательно заходите в группу, вступайте в группу и давайте помогать друг другу отдыхать только с самыми лучшими впечатлениями. На этом все, друзья. Желаю всем только позитива и самых лучших эмоций и впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok